Дорогие друзья, дорогие братья и сёстры, шалам алейхем! Мы продолжаем с вами изучать книгу «Деяния апостолов», и сегодня у нас на очереди 9 глава. Я читаю вместе с вами первые стихи этой главы, однако хочу заметить, что я читаю из перевода Штерна, а в текст буду вставлять перевод синодальный, для того, чтобы вы могли следить за мной. Тем временем Шауль, всё ещё источая угрозы расправы с талмидимом Господа, пошёл к Коэну Гадолю и попросил у него письма в синагоге Домесика, которые давали ему полномочия арестовывать всех принадлежащих пути, кого он только найдёт, будь то мужчина или женщина, и приводить их обратно в Иру Шалайм. Как мы видим, история Нового Завета переходит от общей истории, рассказывающей об апостолах и жизни первой общины непосредственно к Шаулю. Это, вы знаете, еврейское имя, в дальнейшем он стал именоваться Павел, или апостол Павел, как он более известен. Его биография весьма интересна. Судя по всему, он родился в Тарсе, поэтому он называется Тарсянином. Этот город относится к Римской империи, причём граждане этого города автоматически получали римское гражданство. Однажды Шауль упоминает, что это гражданство он получил по праву. Но при этом он был глубоко погружён в еврейскую традицию, жил религиозной жизнью, он сам о себе об этом говорит, и учился у ног самого Гамалиэля. При этом мы с вами читаем, что этот человек был настолько авторитетен в глазах священства Иерусалимского, что он, по сути, получил права прокурора, которые позволяли ему начать новый этап гонений. Он приходил в другие города для того, чтобы арестовывать последователей Ейшуа. Каким образом он имел это? Ну, есть несколько на этот счёт теорий. И наиболее близкая, которая из всех известных мне понравилась, заключается в том, что у Шауля был бизнес, о чём тоже упоминается, палаточный бизнес, и по этому бизнесу он был связан с кем-то из дома священников. Может быть, это не так, но так или иначе мы понимаем, что Шауль, безусловно, имел достаточный авторитет для того, чтобы получить в Иерусалиме подобное письмо. Дальше мы читаем с вами. Когда он был в пути и приближался к Дамесику, внезапно свет с небес осветил всё вокруг. Упав на землю, он услышал голос, говоривший ему, «Шауль, Шауль, почему ты постоянно преследуешь меня?» Здесь хочу обратить наше внимание на следующие несколько моментов. Во-первых, мы с вами видим, что Шауль твёрдо намерен идти путём гонений на верующих в Ейшуа. Мы с вами видим события, когда звучит голос с небес. Изучая Евангелие от Йоханана, мы говорили о том, что голос с небес, или как он в иудаизме называется, Бат-Коль, это достаточно яркое проявление. Оно было знакомо, несмотря на то, что мы не особо встречаем это на страницах Торы, Танаха даже, но оно было знакомо еврейскому народу благодаря Талмуду, в котором об этом немало говорится. И традиционно считалось, что голос с небес – это голос самого Бога. Так или иначе, мы понимаем, что когда Шауль слышит этот голос, он реагирует на это соответственно. Он явно относится к тому, что происходит, как к голосу Божьему. Бат-Коль оказался голосом Ешоа. Здесь он этого еще не знает. Интересно, что и в дальнейшем еврейский народ реагировал на это именно так. Есть история раввина из Болгарии, которого звали Даниэль Цион, который во время чтения утренней молитвы Шахари тоже увидел Ешоа, услышал его голос. Таким образом он уверовал. Я как-то рассказывал его историю. Он в дальнейшем эмигрировал в Израиль и довольно долго был наставником в синагоге в Яфо. При этом в домашней группе они изучали Новый Завет. Еще один момент, на который я здесь хочу обратить внимание, вернее момент, а то, чего нет в том тексте, который я прочитал. Если вы смотрите Синодальный перевод, то вы видите там историю «Тяжело тебе идти против рожна». Честно могу сказать, что мои попытки найти, откуда появилась эта фраза в синодальном переводе не увенчались успехом. Большинство переводов, с которыми я имею дело, в том числе греческие тексты, которые я анализирую, не содержат эти слов. Не исключено, что они просто есть в каких-то других свитках, которые мне просто не попались на глаза. Это не дает никакого особого смысла, этот текст. Но вместе с тем мы понимаем, что к тому моменту, видимо, Шауль уже должен был ощущать, что он действует против воли Бога, по крайней мере на каком-то внутреннем уровне. И, как я и говорил, особенно после истории с его участием в смерти Стефана, Шауль не мог оставаться в духовном прежнем состоянии, Дух Божий в нем действовал, и перемены должны были рано или поздно прийти. Пятый стих мы с вами читаем. «Господин, кто ты? – спросил тот. Я еще, а ты преследуешь меня». Слово, которое здесь стоит в греческом языке «кириас», в этом переводе написано как «господин», в других переводах используется как «господи», и то, и другое уместно. Очевидно, что Шауль еще до конца не понимал, кто именно с ним разговаривает, и для него было очень важно в этом разобраться. В результате он и разобрался. Мне нравится здесь вот какой момент, как Ешо говорит ему, он говорит ему «а ты преследуешь меня». По сути, Шауль преследовал не Ешо, а его последователей. С Ешо он никогда не встречался до этого момента. О чем здесь речь? Речь о том, что Мащех к преследованиям на его последователей относится точно так же, как к преследованиям на самого себя. И это очень важно, поскольку показывает нам, насколько мы, верующие в него, для него дороги. Дальше мы с вами читаем шестой стих. «Встань же и иди в город, и тебе скажут, что делать. Люди, которые предшествовали вместе с Тим, стояли, потеряв дав речи, слыша голос, но никого не видя. Тогда, взяв его за руку, они привели в Дамасек. В течение трех дней он не мог видеть, и ничего не ел и не пил». В Дамасеке же жил Талмит по имени Ханания. И во время видения Господь сказал ему «Ханания». Тот сказал «Вот я, Господи». Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на эту личность Ханания. Это очень особенный человек, поскольку 22 глава показывает нам, что он был действительно ревнитель веры, ревнитель Торы. И это очень важно, почему? Потому что только свидетельство подобного человека могло убедить Шауля в том, что он на правильном пути. Второй момент, как Ханания отвечает, он говорит «Вот я». «Вот я» в греческом языке — это эквивалент еврейского слова «хинени». Ответ свидетельствует о том, что Ханания был готов выполнять волю Божию. Подобным ответом мы сталкиваемся, когда Авраам отвечает Богу «хинени» или «Машерабейну» отвечает также Богу, «Шмуэль» пророк также отвечал Богу. То есть мы видим этот подобный ответ многократный, и каждый раз он демонстрирует готовность человека исполнить волю Божию. Интересно, что сегодня, по сути, каждый человек, которого призывает Господь к вере в Машеха, может ответить точно так же, как Ханания ответил еще. «Хинени». Мы с вами читаем дальше 11 стих. Господь сказал ему «встань и пойди на прямую улицу, дом Иуды, и спроси человека из Тарса по имени Шауль, потому что в данный момент он молится». И во время видения увидел человека по имени Ханания, который зашел и возложил на него руки, чтобы он прозрел. Однако Ханания ответил «Господь, многие рассказывали мне об этом человеке, сколько вреда он причинил твоим людям в Иерушалайме, а здесь у него есть документы от руководящих Каганим, дающие ему полномочия брать под арест всех, кто призывает твое имя». Два момента, на которых я хочу сегодня здесь обратить наше внимание. Во-первых, состояние, в котором Шауль находится, в тот момент написано, что он молится и видел видение. Это очень хороший знак для человека. Почему? Потому что показывает его смиренность и готовность принять дальнейшую волю Божию. И, конечно, пример того, как поступает Ханания. Заметьте, на какой-то момент он колеблется, и это нормально. Мы можем найти многократно примеры на страницах Священного Писания, когда мужи Божии, в момент призыва Божьего, в момент общения с Богом начинают колебаться, и Бог с пониманием относится к этому колебанию. Но что отличает мужей Божьих в этих ситуациях? Что они готовы, несмотря ни на колебания, перешагнув через них, в конечном счете поступить так, как от них требует Господь. 15 стих мы с вами читаем. «Но Господь сказал ему, иди, так как этот человек, мой избранник, который принесет мое имя Гоим, и даже их царям, а также детям Израиля». «Принесет мое имя Гоим», я думаю, что переводчик специально использовал именно это слово, народы, язычники, мы находим многократно на страницах Священного Писания. Интересно, что несмотря на то, что многие пророческие тексты предсказывали и говорили о том, что придет день, когда Гоим начнут обращаться к Господу, многие так и не воспринимали эту идею до того, как Шауль начал нести это служение. Действительно, как мы с вами знаем, он должен был стать апостолом для язычников и таким образом исполнить волю Божию, неся благую весть другим народам, но в том числе и евреям. Еще раз, отменяет ли это функцию еврейского народа? Никак. Посмотрите мои уроки про заветы с Авраамом, про обетование данное Аврааму. Вы поймете, что несмотря на то, что еврейский народ отпал и не принял ни шоу, о чем Шауль сам пишет в послании к римлянам, он говорит, что их отпадение стало благословением для язычников, дабы возбудить в них ревность, пишет Шауль. И это было его служением на протяжении дальнейшей жизни. И мы с вами уже ретроспективно можем сказать, что так, как Господь сказал, так и исполнилось, ибо Шауль действительно стал большим благовестником для всех народов и в том числе благовествовал царям. 16 стих мы с вами читаем. «Ибо я сам укажу ему, сколько страданий ему придется принести из-за моего имени». Господь говорит ему о том, что он не просто будет нести благою весть, но он еще и пострадает за него, за Бога, что, собственно говоря, и исполнилось. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание на другую деталь. Интересно. Откуда Лука знает вот об этих событиях, о том, что Бог говорил с Ананией, о положении Шауля. Мы с вами говорили в начале, когда начали изучать эту книгу, что, скорее всего, Шауль был на протяжении довольно долгого времени секретарем у Шауля, который, кстати сказать, после всех этих случаев страдал в конечном счете с глазами и вполне вероятно не мог сам писать, ему нужна была в этом помощь. И, видимо, Лука его сопровождал, и наверняка все это он узнал от самого Шауля. И конец нашего текста написано, 17 стиха. Итак, Ханани отправился и пошел в тот дом, возложил на него руки. Он сказал, «Брат Шауль, Господь Ишуа, который явился тебе по дороге, когда ты направлялся сюда, послал меня, чтобы ты прозрел и наполнился Роаха Кодыш». В этот же миг словно пелена спала с глаз Шауля, и он снова стал видеть. И он поднялся и принял погружение, затем немного поел и набрался сил. Шауль провел несколько дней с Талмидимом, Дамасом. Собственно, в больших комментариях этот текст не нуждается, поскольку мы видим, как все перевернулось в жизни Шауля. Надо заметить, что действительно его роль в жизни верующих и в жизни христианской церкви в дальнейшем стала глобальной. Достаточно будет сказать, что из 25 книг Нового Завета, которые сейчас читаются христианством, по всему миру 16 написаны рукой Шауля. Если прибавить к этому то, что писал еще и Лука, будучи его секретарем, так мы понимаем, что тут почти весь, вся книга Нового Завета. Вместе с тем мы с вами понимаем очень важную вещь, что милость Божия готова быть открытой для любого человека. Мы с вами знаем и увидим это, может быть, из других книг, что Шауль понимал всю пагубность своих поступков до того, как он уверовал. Он много раз об этом говорил и оценивал их трезво, понимая, что он поступал очень и очень плохо. О чем говорить? Он участвовал в убийстве. Но вместе с тем, как написано в Талмуде, врата покаяния открыты для человека всегда. Они открыты были для Шауля, они открыты для любого человека, живущего на земле. Да благословит нас Господь это осознать. Бо чем еще мощей их. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok